В Тбилиси было обрадовались появлению в грузинском небе российского самолета. Но северные авиаперевозчики посоветовали не обольщаться. Возобновление чартеров еще не означает возобновление регулярных рейсов. Сибирские авиалайнеры ненадолго приземлились в Тбилисском аэропорту. Рейс Тбилиси-Москва. Загрузка полная. Все билеты распроданы. Два часа и вы в российской столице. При этом никаких окольных путей и лишних пересадок. Но за комфорт приходится доплачивать. Стоимость билета на прямой рейс составляет 650 лари. Для сравнения, транзитный маршрут через Ереван обходится в 450 лари. Но пассажиры готовы платить. Здорово, когда нужно ездить без проблем. Мы сюда вообще летели через Ереван. Очень неудобно. Практически 5 часов в полете ожидаешь. Неудобно. А прямыми, конечно, удобно пользоваться. Спустя час в Тбилисском международном аэропорту приземляется авиалайнер российской авиакомпании «Сибирь». Самолет прилетел прямиком из Москвы и, казалось, вместил больше людей, чем мог. Среди пассажиров почетного рейса и российские журналисты. Они, в отличие от других пассажиров, понимают. Москва, Тбилиси, Москва – всего лишь чартер. Об оттепели в отношениях двух стран пока говорить рано. Насколько я понимаю, это временное потепление для удобства граждан России и Грузии. А на самом деле там все гораздо серьезнее. И даже если грузинские товары вернутся на российский рынок, что тоже возможно, все равно потепление наступит только при определенных условиях. Прямые рейсы между Россией и Грузией были отменены в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Поводом для конфликта стало задержание российских офицеров. Их обвинили в шпионаже. В том же году был закрыт КПП «Верхний Ларс». Инициатива поступила от российской стороны. Москва заявила о необходимости реконструкции дорог. Реальной причиной оказались экономические санкции, вслед за которыми последовала эмбарго. Вход в Россию был заказан всем – и грузинским гражданам, и грузинским винам, и минеральной воде в Уржове. Авиасообщение на некоторое время было восстановлено в 2008 году. Но затем началась война. Дипломатические отношения между двумя странами оборвались, и вместе с ними – воздушное сообщение. Если будет спрос, мы готовы увеличить частоту, вместо трех-четыре рейса сделать, или увеличить самолет, большой самолет и полететь. Это уже зависит от спроса и от коммерческой выгоды компании. Между тем, возобновившееся авиасообщение можно смело считать регулярным. Но не называть. Судя по всему, стороны опасаются, что термин «регулярное» может быть воспринят как однозначный сигнал. Слово «чартер» куда более безвредное. В таком режиме Тбилисский международный аэропорт будет работать еще два месяца. А то и больше. Авиационные власти, в отличие от верховных, оказались более лояльными и менее принципиальными. Софета Традзе, Николас Штфеляшвили, Кавказ-1.